Водные объекты – источник повышенной опасности, особенно для детей. Сейчас, когда купальный сезон в самом разгаре, сотрудники МЧС бьют тревогу. Среди утонувших водоемок Смоленщины есть дети. Как не допустить трагедии? Как правильно оказать первую помощь тонущему? Ответы на эти вопросы нам дал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Сергей Уваров. Предлагаю обсудить сегодня очень актуальную тему в самом разгаре – купальный сезон. Если верить статистике, на водоемах в Смоленской области уже погибли более 10 человек. Речь идет и о реке Днепр, и об Александровском озере, Руднянском районе, Десногорском водохранилище и Драгобожье. Подведите статистику с начала купального сезона. О каких цифрах мы можем уже говорить сейчас? Ну, лето в разгаре. У детей каникулы. Конечно, в первую очередь нужно говорить о внимании, особом внимании к детям, которые сейчас находятся, наверное, под ослабленным контролем родителей. Поэтому у нас гибель детей произошла немножко в росте. И это нелепые в основном случаи. Я просто хотел обратить внимание, особенно родителей, на то, что нужно все-таки найти время для того, чтобы обучить ребенка плавать. Он должен уметь держаться на воде. Потому что все случаи, которые у нас произошли с детьми в летний период, это произошли в основном с девчонками, кстати, не умеющими плавать. Бассейны у нас есть на территории города, да и области. В июне месяце была достаточно хорошая погода для того, чтобы и в открытых водоемах, там, где у нас есть пляжи, родителям привезти своего ребенка и хотя бы элементарные уроки плавания им преподать. Давайте озвучу я вам по городу Смоленску. Пять случаев гибели людей, из них двое детей. Вележский район, два происшествия. Десногорск один, Вяземский район один. Гагаринский район два, из них один ребенок. Драгобужский район один, Починковский район один. Рословский шесть, из них двое детей. Сафоновский район один, Смоленский район два. И Ярцевский район одно происшествие. Это происходит в основном из-за того, что люди не совсем правильно понимают, что такое безопасность на воде и как себя вести на воде. То, что касается взрослых, здесь мы уже много раз об этом говорили. Это в основном употребление спиртных напитков. Я еще раз призываю вас, если вы пришли на водоем, откажитесь от употребления спиртных напитков. Отдых есть отдых, а праздник должен быть за столом. Ну а дети, это в основном происходит у нас по ослабленному контролю родителей. Эти дикие случаи в Рословле, когда, да в общем-то и водоемами-то назвать эти места нельзя. Это искусственные копанки, которые люди возле своих домов сделали. Конечно, вода вызывает интерес у детей. Но убедитесь, пожалуйста, в том, что ваш ребенок умеет плавать. И озаботьтесь тем, чтобы обучить его держаться хотя бы на воде. А для общей статистики, вот смотрите, что у нас получается. Пик происшествия, конечно, происходит у нас в июне месяце. Потому что, во-первых, погода была очень жаркая. Вода хорошо прогрелась. Конечно, всем хочется искупаться. Но в вечернее время произошло 57% происшествий. То есть это в те моменты, когда даже если бы люди были на пляже, когда уже спасатели, они в основном работают до 19 часов, уже отсутствуют. То есть купаться нужно все-таки в светлое время. В дневное время у нас произошло 10 происшествий, 43%. В состоянии алкогольного опьянения погибло 72% от общего числа погибших на воде в этом году. По возрастам до 45 лет мужчины 26%, старше 45 лет 44%. Месяц тому назад мы встречались с вами в этой студии. Я как раз и говорил, что те, кто в достаточно зрелом возрасте, не посещайте водоем, особенно рыбалка, даже отдых в одиночку. Все-таки нужно искать себе напарника, нужно хотя бы кто-то рядом с вами был. Потому что вопрос с возрастными погибающими у нас стоит очень остро. Я говорил в прошлый раз, что статистика за прошлый год у нас был средний возраст погибших был 63 года. В этом году, в принципе, все у нас продолжается в том же ключе. И вот эти возрастные, в основном мужчины, ну это рыбалка, это, конечно, отдых у воды с употреблением алкоголя и рыбалка. Несоблюдение элементарных норм поведения на водоеме. Напоминаю, что у нас было зарегистрировано 48 заявок деклараций на пляжи. Да, по нашим сведениям, не все пляжи смогли полноценно открыть свою работу в связи с многими условиями. В основном это отсутствие финансовых средств. А в основном из-за того, что вода в наших водоемах не совсем приспособлены для того, чтобы там купались. И при прохождении анализа, при проведении анализа, анализа, конечно, практически на всех стоячих водоемах у нас не совсем хорошая. Идеальные условия для купания, это, конечно, река, проточная вода. Но, к сожалению, в городе у нас пляжей на Днепре нет. Да и в Днепру, собственно, не так много мест, на которых можно подойти к берегу. Очень большую работу провела, кстати, администрация города по выставлению запрещающих знаков. Но, видимо, не все их читают. У нас по области установлено 81 знак о запрещении купания. Обращайте, пожалуйста, внимание на эту информацию, которая расположена на берегах водоемов. Сергей Владимирович, ну, еще раз, да, обозначим для смолян, что купания в Соловьиной роще и в Рядовском парке официально запрещены. Да, в связи с плохим анализом воды Соловьиная роща не открывалась, но там есть спасательный пост. Ну, Рядовка, там пляж и не планировался, но пост был выставлен в расчете на то, что недисциплинированных достаточно много. Но, по сути, мы же не можем запретить людям отдыхать у воды, правильно, находиться там? Наоборот, мы только за то, чтобы люди и купались, и загорали, и закалялись, вода – это оздоровляющий фактор для человека. Сергей Владимирович, вот если говорить о тех случаях, где была зафиксирована гибель людей, гибель детей на водоемах, все-таки это что, родители оставили без присмотра, либо не смогли оказать первую помощь, вот в этих случаях, которые вы привели? Ну, скорее всего, это да. Родители оставили детей без присмотра. Не проинструктировали их, не рассказали, не объяснили. Я понимаю, что все мы заняты, у всех работа, жизнь есть жизнь. По поводу оказания первой помощи, я был крайне удивлен в этом случае. У нас два случая, когда спасли детей. Оказывая им первую помощь и выполняя реанимационные действия. То есть не профессионалы, а вот… Не профессионалы, люди совершенно, в общем-то, не подготовленные, но смогли в двух случаях у нас выполнить такие действия и вернуть ребенка к жизни. Ну вот мы можем хотя бы в нескольких словах обозначить эти действия. Нас сейчас смотрят многие смоляне и родители в том числе. Если мы видим, что ребенок захлебывается в воде, какие наши действия? Ну, конечно, его нужно в первую очередь вытащить оттуда, согреть. Если он… Ну, давайте говорить о том, что он в сознании. Его нужно успокоить, обязательно что-нибудь теплое ему и дать выпить, и укрыть для того, чтобы согреть его. Специалист, конечно, должен вам рассказывать. Первая помощь, она включает в себя очень много действий. Искусственное дыхание. А, повторяю, значит, я вам говорил в прошлый раз о том, что согласно всех требований, даже если вы, оказывая действия, то есть выполняя искусственное дыхание человеку и вызвали скорую помощь, так вот эту вот процедуру искусственного дыхания нужно делать до тех пор, пока не приедет скорая помощь. Медицинские сотрудники, они уже квалифицированную помощь окажут. То есть эти реанимационные действия нужно продолжать постоянно. Независимо от состояния этого ребенка или человека, врачам тогда будет легче выполнить свои действия. Ну, конечно, лучше не допускать до того, чтобы... Плюс ко всему, если человек не умеет плавать, значит, что нужно искать место неглубокое. Потому что тех случаев, которые у нас произошли в этом году, дети оказались на водоеме, о котором они ничего не знают. Ни что такое, дно там, как глубоко, обрывистый берег, не обрывистый берег, ну... То есть контроль за детьми должен быть постоянным. Убеждать их к воде близко не подходить, тем более, если ребенок не умеет плавать. И в первую очередь озаботиться родителям о том, чтобы научить ребенка плавать. Это можно сделать и самостоятельно, можно сделать при помощи специалистов в бассейнах. Смотрите, какую большую работу проводит Михаил Иванович Малахов в своем школе туризма. Если бы мы не проводили школу безопасности, то, наверное, бы не знали, что как много детей у нас занимаются подобными вещами. В Десногорске громадные секции, которые и по плаванию, и связаны с лодками, с парусными лодками. Оказывается, с детьми у нас очень много работы проводится. Но, естественно, какая-то часть не охватывается этой работой. Поэтому родителям нужно обязательно проконтролировать своего ребенка, чтобы он все-таки, повторяю, научился плавать. Сергей Владимирович, ну вот еще, что касается маленьких детей, на мой взгляд, их нельзя оставлять без присмотра не только на водоемах, да, но и, например, в надувных бассейнах, которые устанавливают Смоляне и возле придомовой территории, и на садовых участках. Глубина у них абсолютно разная. Без присмотра малыша и там нельзя оставлять. Ну, конечно. У меня у самого четверо внуков, и пока сам стоишь возле этого бассейна, ну, пускай купаются, да, купаются. Но далеко я не отхожу от них. Ведь с ребенком может все что угодно произойти. Да и вы сами понимаете, совсем не обязательно большая глубина для того, чтобы вода попала в легкие, в рот. Ну, нужно постоянно контролировать его, тем более это вода. Ну, и вот хотелось бы еще напоследок сказать о том, как долго еще продлится купальный сезон. Мы бы, наверное, очень хотели бы, чтобы он продлился до конца хотя бы августа. Большинство пляжей, которые у нас будут открываться, они и будут открыты до 30-31 августа. Каждый хозяин сам определяет сроки работы пляжей. Мы рассчитывали, конечно, на то, что еще в августе месяце будет хорошая погода, и можно будет купаться. Но основная масса, конечно, к этому времени будет уже закрыта, к концу августа. Плюс ко всему, не забывайте, у нас, как правило, из многолетней практики хорошая погода, ну, до середины августа. А потом уже все, начинают холодные ночи, уже туманы пойдут, уже будет холодно. Детям однозначно уже купаться будет сложно. Ну, а взрослые, нужно думать чуть-чуть хотя бы на шаг вперед. Потому что этот вопрос с алкоголем – очень острый вопрос у нас. И было бы неплохо, чтобы его вообще запретили возле воды. Сергей Владимирович, а можем ли мы в нескольких словах затронуть другую тему – вопрос рыбалки? Открыта ли сейчас рыбалка на смоленских водоемах? Как проходит, в каком режиме? Да, конечно, все без ограничений. На всех водоемах у нас можно ловить. Из лодки, из берега приближается как раз основной сезон рыбалки. Ну, где-то уже с середины августа уже все будут выходить на лодках на ловлю хищника. Вот, тут нужно, во-первых, нужно готовиться к этому моменту. Не забывайте про индивидуальные средства спасения обязательно. Ну, каких-то ограничений у нас нет по рыбалке. Период использования маломерных судов у нас будет длиться до начала ноября. Ну, там же будет холодно. Там будет основная рыбалка. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за полезную информацию, за интересную беседу. Мы желаем вам всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok